Всем привет! Ну что ж, на этот раз я решил отдохнуть от моделей и сниму я такое интересное видео об одной из покупок в магазине FixPrice. На самом деле магазины могут быть очень полезны для нас с вами, моделистов. И зайдя в очередной раз, я увидел в этом магазине вот такой аппарат для чистки лица, называется, за 99 рублей. Мне моментально пришла в голову идея сделать из этого чудо-аппарата такую небольшую шлифовальную машиночку. Ну а что? Я думаю, все прекрасно уже адаптировано, задана форма. Значит, машинка у нас представляла из себя вот такую вот хреновинку. вот такие, значит, это я уже переделал, две насадки для чистки лица. Здесь у нас была вот такая насадочка, она разбиралась, резиновая. хреновинка снималась и оставался вот такой диск. Значит, данный диск я сразу же решил переделать под диск для крепления шлифовальной ленты. То есть, покажу, здесь у меня уже сделано. Значит, наждачная бумага прикреплена. Вот, прикрепил такую, такой зернистости, какая-то 6N, она белгородская, здесь у меня лента шлифовальная есть. В принципе, можно использовать какую-то на бумажной основе, другой зернистости. Это без разницы, в принципе. Вот. Делается все просто. Вот этот диск я немножко зачистил на наждачной бумажке, чтобы придать ему шероховатости. И все совершенно прекрасным образом клеится на двусторонний скотч. С одной стороны клею двусторонний скотч вот такого размера. Я уже осталась, у меня подложечка вырезанная, да. Вырезал, сперва наклеил, потом вырезал это все ножичком, оторвал, значит, подложку и приклеил шлифовальный уже кружочек. Все это очень плотно приклеивается, никуда не девается. В принципе, при желании и при необходимости все это заменяется. Вот так вот это дело легко подсоединяется. Была еще, кстати, одна насадка в виде такой вот щеточки. Не знаю, может когда-нибудь пригодится модели, может чистить от пыли. И самое главное, что я сделал, у каждого, наверное, есть куча блоков питания от старых сотовых телефонов. У меня, по крайней мере, их очень много. И я их решил потихоньку применять для вот таких всяких небольших приборов. По идее, эта машинка у нас, значит, подключается с помощью батареи. Я взял, обрезал блок питания. Кстати, машинка очень легко это разбирается. Взял, протащил, просверлил отверстие, протащил этот провод. И сразу же подсоединил сюда, вместо в контакты батареек, припаял провода от блока питания. Вот такой моторчик внутри. Сейчас я ее соберу вот обратно. Ну, что батарейки покупать, думаю, постоянно. Это же тоже лишние траты. Блок питания, он нам никогда уже, скорее всего, не понадобится. Телефонов, поэтому не жалко было использовать это дело. Я думаю, подойдет от совершенно любого телефона блок питания. И давайте быстренько проверим, что же у меня получилось. Опа, свет моргает. У меня тут не очень хороший у меня сетевой фильтр. Вот сразу же она у нас работает. Сразу же пошла у нас вертеться. Два режима. Вот так вот она выключается. Первый, вернее, сразу первый режим. И второй режим, чуть побыстрее. Ну, целесообразно, наверное, ставить сразу же на высокие обороты. И у меня есть вот такой брусочек замореный. Давайте посмотрим, как она будет вести себя. Вот видите, уже видно, что она довольно неплохо. справляется со своими задачами, какими-то небольшими. Есть, конечно, здесь люфт. Но для каких-то мелких деталей это, я думаю, не очень критично. Да и вообще не очень критично за 99 рублей. В принципе, можно поставить цанговый зажим. Вот таким образом машиночка у нас шлифует. Видите, довольно неплохо мне, по крайней мере, нравится. Какие-то мелкие детали, небольшие подставочки. Можно очень хорошо шлифовать. Какие-то пластиковые детали точно так же, я думаю, можно зашлифовывать. Ну, очень хорошо все снимается. Ну, естественно, при большем усилии, при большем нажиме она пытается остановиться. Потому что, в принципе, машина не особенно мощная. Моторчик тоже не особенно мощный. Так, легкими движениями. Надо почувствовать просто. И, в принципе, можно к ней привыкнуть. Ну, в принципе, здесь все понятно у нас. Вот таким макаром, всего за 99 рублей, у нас получилась довольно интересная мини-шлифовальная машинка. При желании все легко меняется. Как только износится у нас предыдущий круг, скотч без проблем двусторонний удаляется. Ставится новая насадка, все вырезается. Поэтому, я думаю, очень удачно все получилось. Надеюсь, вам было полезно. Надеюсь, кто-то возьмет себе на вооружение. И будет с удовольствием использовать, естественно. Ну, что ж, на этом все. Видео затянулось, конечно. Дальше я сниму еще один обзор на приблуду из фикс-прайса. Нечто подобное. Поэтому, до скорой встречи. До свидания. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok